Друзья, всем физкульт-привет! В настоящий момент принял решение, сейчас утро, 9.30 утра по Москве, на беговой дорожке. Я решил чуть-чуть притормозить и поговорить, что думаю о рублях и вообще о том, что происходит. Смотрите, на прошлой неделе мы видели очень сильное движение доллара вверх. Доллар у нас с вами взлетел аж до 83, соответственно, юань подпрыгнул выше 12. Дальше вышел на торги кто-то большой. Возможно, это Центробанк, хотя не совсем понимаю, каким образом. Возможно, какой-то крупный банк. Возможно, что кто-то из крупных экспортеров. Это совершенно не важно. Важно следующее, что было показано четко и однозначно. Уровень 81-82, это уже тот уровень, выше которого проходить, ну, очевидно, не стоит. Иначе можем получить достаточно серьезный виток инфляции. И самое главное, инфляционных ожиданий. А это никому, естественно, не нужно. Уже от СБ так тем более. Для Минфина, конечно, праздник, потому что каждые 10 рублей девальвации, это, по сути, свои примерно полтора триллиона рублей дополнительных доходов в бюджет. Что, в общем-то, может значительно улучшить ситуацию, принципиально улучшить ситуацию с дефицитом бюджета. Обратите внимание, у нас с вами по марту месяцу уже был небольшой профицит. То есть, 180 с небольшим миллиардов рублей был профицит бюджета, соответственно. Так что, общий дефицит за квартал составил уже 2,6 вместо 2,8 триллиона. То есть, потихонечку Минфин решает свои проблемы. Возможно, частично за счет девальвации. По какой причине падал рубль? Ну, причин было несколько. Во-первых, как я понимаю, крупный продавец рублей вышел покупатель валюты. Ну, ориентировочно это был, скорее всего, Шелл, уходящий из проекта Сахалин-2. Ну, это как бы по слухам. Ну, кроме того, мы с вами видели, что в результате довольно серьезных просадок цен на нефть в первом квартале, нефтегазовые доходы России, ну, несколько снизились. Я бы даже сказал, достаточно существенно снизились. А импорт восстанавливается. Вот. Но все это не так принципиально, как принципиальный вопрос, что дальше. Дальше нас с вами ждет одиннадцатый пакет приветов от наших лучших друзей из Европы. Скорее всего, будут опять бить по импорту, по тем, кто работает с Россией. Скорее всего, этот пакет опять создаст проблемы в расчетах и будет бить по всем тем, кто помогает России обходить санкции или просто налаживать платежи. Ребята взялись за дело, похоже, вполне серьезно. Медленно, но достаточно жестко. Так что, как ни странно, этот фактор за рубль, ну, это понятно. Потому что опять будут проблемы, наверное, с импортом, с расчетами. Что касается доходов нефтеэкспортных и других, вот как раз по ним это вряд ли ударит. Так что не исключу, если очень скоро мы увидим некое замедление девальвации и, возможно, даже некоторое укрепление рубля. Нет, я не жду опять возврата на уровень 70, 60 и так далее, но 77, 75 вполне возможно. Так что уж точно не бежим покупать валюту, не сходим с ума. Ну и, естественно, всех волнует вопрос, а что, собственно говоря, дальше? Ну, начнем с того, что многое зависит от цен, естественно, нефти, газ. Скорее всего, эти цены, с учетом того, что ранее ОПЕК сократил на 2 миллиона баррелей, из них, правда, часть виртуальных, но тем не менее. Сейчас вместе с Россией сокращение было никак не меньше, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Это очень серьезно. Понятно, что в мире идет рецессия, поэтому без этого никак. Но не исключу, что в итоге цены на нефть, я имею в виду бренд, дойдет до уровня 95, может быть, даже 100. Значит, ситуация с доходами бюджета России улучшится. Плюс, не забываем, прошла девальвация, значит, опять же, экспортеры получат дополнительные прибыли, бюджет получит дополнительные плюсы. Вот такая вот ситуация. Или, как говорил Борис Николаевич, вот такая вот загогулина. Так что, друзья, еще раз, скорее всего, время покупать валюты несколько прошло. Хотя, давайте поговорим еще об одном факторе – геополитика. Напряжение сейчас растет. Это не может не ударить по экономике, по рублю, по фондовому рынку. Другое дело, насколько сильно. Я этого не знаю, вы тоже. Так что, всю позицию в юанях я закрывать не буду. Может быть, еще немножко подрежу. Таким образом, чтобы зафиксировать прибыль, ну и иметь рубли, там посмотрим. Хотя бы для того, чтобы подождать, может быть, что-то просядет и купить по хорошим ценам. Как говорил один мой хороший знакомый, there is nothing wrong in cash. Ничего плохого в кэше, в принципе, нет. Иногда можно на нем посидеть. Всем удачных инвестиций и, запомните, все делаем очень осторожно. Никаких плеч, никаких поисков и возможностей заработать за пять минут. За пять минут обычно только теряют деньги. Очень редко зарабатывают. Только если неожиданно повезет. Всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok